добрый день ну мы продвигаемся к рошана и мы говорили на на прошлом нашем блоге что сейчас нужно планировать как мы хотим какое решение мы хотим принять в качестве нашей чувы возвращение ко всевышнему что мы скажем в наилу до говоря всевышнему что мы делаем чуву возвращаемся к нему и принимаем что-то мы должны выбрать что мы хотим принять и мы сказали таскать сейчас мы готовимся к этому как мы в чем будет выражаться наше возвращение ко всевышнему конкретном действий и общее правило чистота и периодичность этих действий должна быть не слишком большая то есть не каждые пять минут не каждый час мы должны выбрать что то что мы можем выполнять не нужно перегибать лучше одно маленькое действие но каждый день мы будем делать чем и что-то такое сделаем а и потом выбросы до постоянные немного это лучше чем много сразу и потом бросить да можно добавлять к тому что вы приняли можно и лучше записывать в блокнотик вот такой блокнотик 26 рублей стоит в торговом центре авиапарк и в него можете записывать я это купил для того чтобы записывать какие-то идеи по торе сразу достал записал в телефон понятное дело тоже могу все записывать современной реальность и заметка в телефоне все записали и у вас тоже есть возможность вести учет того насколько вы выполнили эту свою кабболу свое решение насколько вы в нем постоянно итак поговорим о чем об областях в которых можно стараться усилиться и так тура да конечно самое важное это тура изучение тор теперь это приближает нас к всевышнему что можно принимать учать учить одну мишну в день одну мишну или один отрывок из недельной главы в день да можно пять минут изучение торы с этого начинать свой день стал пять минут изучать тор и так далее на что можно как это пять минут всего пять минут но каждый день и вы продвигаетесь фила молитва молитва на самом деле можно продвигаться молитве только если вы понимаете о чем вы говорите со всевышним поэтому разбирать нужно поставить разбирать сидур в сидуре то сказать как бы есть каждая страничка давно в день вы пытаетесь перевести себе разобрать понять смысл хотя бы одного предложения в сидуре или хотя бы одной страничке выберите то что для вас реально добрые дела например да не нужно спасать сразу весь мир достаточно просто сказать что вы с утра встаете вы улыбаетесь своим родственникам близким друзьям то есть вы говорите я стараюсь пятерым четверым троим двоим одному человеку улыбнуться с утра начните с этого это называется доброе дело улыбнуться написано что тот улыбается это больше чем если бы он взял и налил стакан молока тому человеку который который он встретил он улыбнулся теперь кашрут с кашрутом на самом деле тут немножко сложнее как сказать как ты как его дробить на мелкие детали но тоже наверное как то можно это уже нужно советоваться каждый конкретно в том месте где он живет где как и можно усиливаться постепенно с кашрутом понятно что то сказать есть в этом тоже возможные уровни но лучше обратиться к нам в личной переписке чистая речь до пять минут изучения книги хаффет с хаим есть тоже на русском языке есть на нашем сайте чистой речи пять минут в день один закон два закона в день прочитать ну или например симха радость да написать вот в этом вашем же блокнотике вы можете написать на каждой страничке за что вам есть поблагодарить всевышнего предположим у вас странички таких будет 10 12 15 за то что у нас есть руки ноги слава богу есть глаза начните с этого с элементарным что мы можем дышать и вот так сказать как бы просматривать вот это вот каждую страничку один день просмотреть одну страничку могу дышать стоит за это был поблагодарить всевышнего и когда мы начнем понимать искать сколько добра есть вокруг нас состояние радости у нас тоже увеличится у нас есть глаза слава богу слава богу уши мы можем ходить дай бог чтобы всех были эти возможности вот таким образом мы сможем подготовиться к рожа шана думайте сами на самом деле у вас есть еще тоже другие какие-то варианты но это просто какая-то конкретика которые попытался для вас подготовить важно конечно же добавить что не нужно принимать на себя очень много всего вместе мы перечислили здесь тура добрые дела молитва что-то одно достаточно принять что-то одно и в нем быть постоянным и поступательным в следующем году примите что-то другое через полгода примите что-то другое не нужно набрасывать на себя много-много-много всего потом все бросить это не путь служения нужно одно и спокойно еще раз мы сказали лучше минимизировать но гарантировать исполнение чем набрать много-много потом все бросить спасибо большое всем удачи